Мэрия Уфы хочет избавить город от уличных ларьков. Почему бизнесмены против и пошло ли это на пользу Москве? В Уфимском парке Победы появился новый скульптурный комплекс более чем за 10 миллионов рублей. В Башкирии восстановили заброшенную водонапорную башню. Теперь туда можно прийти на экскурсию. У нас только работают порядка 150 человек, а есть предприниматели, которые работают, весь их бизнес находится в НТО. То есть в киоске, в павильоне. У них по сути это единственный бизнес. Уфимские остановки много лет развивались по пути совмещенного строительства. Сейчас там можно встретить все. Начиная от потерявшего свежесть киоска и заканчивая маленьким ресторанчиком собственной кухней. Начинали мы 7 апреля 2017 года с первой точки на телецентре. Постепенно начали разрастаться, открыли вторую, третью, последующую. Очень много вложений, в том числе мы брали заемные средства. И на сегодняшний день у нас 15 точек торговых. Большая часть из них имеют производство прямо на месте. Но теперь и неухоженные киоски, которые облюбовали торговцы овощами, и приличные пекарни попали под одну гребенку обновленного нормативного акта, который позволяет разом их снести. Мы имеем проект постановления, который позволяет за 30 дней уведомить любого предпринимателя, который имеет там договор аренды, не имеет договор аренды, и за 10 дней снести во внесудебном порядке. Но если рассматривать данное положение, которое очень имеет обтекаемые некоторые пункты, то к каждому павильону можно просто придраться. Сейчас эти нормы более жесткие стали, практически в два раза жестче по нормативу, по метражу. И поэтому мы можем попасть. Речь идет об изменениях, которые городские власти собрались внести в положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов, которые серьезно меняют работу маленьких магазинчиков. Добавляются два очень ключевых момента. Первый – это запрещается расположение НТО ближе 50 метров от остановки транспорта, хотя раньше было в прошлом году только 5 метров. И второй пункт – запрещается располагать НТО ближе 10 метров от края проезжей части. Этого пункта не было, это новый. Вот это два ключевых пункта, которые позволят снести любой НТО на основании новых правил. Перевести владельцев НТО в правовое поле городские власти попытались еще в 2019 году. И именно тогда у предпринимателей начали возникать первые сложности в работе. В феврале 2019 года Совет администрации принял постановление, которым утвердил положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов. В этом положении было предусмотрено, что каждый предприниматель, который заключил договора аренды до марта 2015 года, должен перезаключить в дальнейшем договора на уже не аренды земли, а на размещение нестационарного торгового объекта. В данном положении был предусмотрен переходный период, который был до 31 декабря 2020 года. В дальнейшем из-за пандемии его продлили до 31 декабря 2021 года. Помните, не написано, с кем переделать, как переделать. У нас, например, перезаключен был договор в мае 2019 года. То есть после выхода положения нам ничего в УЗИО, с которым мы перезаключали ДОП-соглашение, не говорили на тот момент, что мы что-то делаем незаконно. В договоре есть пункт, что нас могут точно так же убрать, если им что-то не понравится согласно положению или разработанных каких-то рекомендаций администрации города. При этом возможность получить еще один земельный участок предпринимателям все же оставили. Но теперь от них самих мало что зависит. Ведь вместо привычного аукциона собираются вести конкурсную процедуру. Не можешь как на аукционе участвовать и просто поднимать цену, чтобы на наш взгляд, на взгляд предпринимателей, более прозрачный и понятный механизм. При этом ты сносишь сначала все, выигрываешь, если сможешь выиграть, дать самую высокую цену, и заново строишься. Если же земля все же вернется к предпринимателям после конкурса, то развиться до прежнего уровня им будет довольно сложно. У нас в городе не везде возможно подключить коммуникации быстро. На аграрном университете, киоск стоит там, подключали электроэнергию полтора года. То есть в центре города есть дефицит мощностей. В период, когда сроки окупаемости выросли, материалы на стройку выросли. И нам нужно приводить в порядок. Нам нужно это делать так, чтобы бизнес смог выдержать. И мы не потеряли порядка 6 тысяч рабочих мест. Во многом Уфа может повторить судьбу Москвы. Ночь на 9 февраля 2016 года в столице окрестили ночью длинных ковшей. Тогда городские власти всего за пару часов снесли около сотни ларьков, которые были признаны незаконными. С одной стороны, действительно, город стал красивее. Во многих местах ларьки появлялись очень непонятным способом. И часто они закрывали собой сам город. Иными словами, внешний вид города страдал. Но как это было сделано? Потому что, по сути, наплевали на институт частной собственности. Именно на этом институте строится здоровая урбанистика. Когда у места есть собственник, и он пытается его улучшать. И город, по идее, в этом должен помогать. Поэтому институт частной собственности – это один из самых важных институтов. Частная собственность действительно должна быть неприкосновенна. И если что-то кто-то хочет снести и купить, то это должно решаться цивилизованно, а не методом «у меня больше сил и больше бульдозеров». Я здесь прав. Юристы же говорят, что за примером правильного взаимодействия бизнеса и властей далеко ходить не нужно. А пример можно брать даже с относительно маленьких городов. Вот если взять за пример другие города России, допустим, Кострома, Пермь, Владикавказ, Петербург. Ну, достаточно много городов, где вот есть такие же положения о порядке размещения институциональных торговых объектов, но в них предусмотрено право, преимущественное право предпринимателей перезаключить договора на новый срок. Как нам рассказали в администрации города, встреча с предпринимателями все же состоялась. Но остается неясным, каковы ее итоги. Предпринимателям в очередной раз предложили направить свои предложения в письменном виде. 17 июня организована встреча с объектами предпринимательства, в том числе собственниками торговых объектов на остановках общественного транспорта. Представители предпринимательского сообщества предложили рассмотреть возможность установления преимущественного права перезаключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов с добросовестными хозяйствующими субъектами. Предприниматели представили свои предложения о необходимости рассмотрения возможности продления переходного периода для заключения договоров на право размещения НТО без торгов. В ближайшей перспективе планируется их рассмотреть. Сами же владельцы торговых точек понимают, что некоторые постройки действительно портят Уфу. И уже сейчас они знают, чего хотят, и предлагают свои варианты решения проблемы. Чего хотят предприниматели? Они хотят иметь понятные правила работы, в которых можно описать все. Как мы работаем, какой переходный период, на какой срок можно получить новые договора. Не все павильоны хорошо выглядят. Завтра, может быть, тебе придется сносить. Ты не можешь дополнительно вкладываться в визуальный образ. Получается так, что мы просто находимся в подвешенном состоянии, и какие-то павильоны действительно страшноваты, их стоит переделать. Но почему нет тогда отдела какого-то такого, который бы провел ревизию по городу всех этих НТО, которые стоящие в начале, и принял бы решение, вот это надо убрать. Прежде чем какое-то положение делать и убирать всех и вся, нужно было сначала сделать какую-то работу. Сейчас нововведение в решении о размещении НТО носит статус проекта. Поэтому назвать конкретных сроков сноса ларьков и павильонов пока нельзя. Телеканал ЮТВ будет следить за развитием событий. Егор Полторыхин, Руслан Габидулин, Телеканал ЮТВ. Я надеюсь, молодое поколение, увидев наш мемориал, вдохновятся и станут защитниками нашего Отечества. Близится 2 августа, день воздушно-десантных войск России. В преддверии этого дня в Уфе в Парке Победы устанавливается новый мемориальный комплекс. Руководит процессом ветеран боевых действий Рифат Хузагалиев. Идея памятника принадлежит выпускникам Рязанского десантного командного училища. Ветераны воздушно-десантных войск, не только ВДВ, но и ГРУ, спецназа, морской пехоты. Мы объединились и решили создать памятник, который будет стоять в городе Уфа. Художником выбрали уфимского скульптора Артема Зеленина, создавшего скульптуры в парке Салавата Юлаева, приуроченной к саммиту Шоссбрикс. Я нашел замечательного скульптора в городе Уфа, это Зеленина Артема Михайловича. Подошел мы с этой просьбой и сказал, Артем, нужно сделать памятник, посвященный Союзу десант. Он с радостью приступил к работе буквально за полгода. У нас идея воплотилась уже непосредственно в макет. Процесс создания скульптуры начинается с того, что художником формируется глиняная фигура. После с нее снимается несколько слепков, последний из которых служит формой для литья из бронзы. Комплекс задуман как композиция из трех фигур солдат разных исторических периодов, мальчика в тельняшке и боевой машины десанта модели БМД-3, состоящей сейчас на вооружении в российской армии. Концепция памятника состоит в трех основных фигурах. Это современный десантник, который сейчас стоит на страже нашей Родины. Сзади него стоит фигура воина Великой Отечественной войны, который совершил первый прыжок парашютом. У него в руках ППШ, первый значок парашютиста. И по левую руку стоит воин-интернационалист. У него на груди орден Красной Звезды и легендарный пулемет Калашникова. Основной фигурой нашего памятника выступил мальчик в берете и в тельняшке. Молодое поколение, которое также хочет пойти по стопам старших братьев, отцов, дедов, прадедов. Скульптуры выполнены с особым вниманием к деталям. Слепки снимались с реальных образцов оружия и экипировки соответствующего времени каждого из героев. Это образец ратника, они жилет, подвесная полностью разгрузочный жилет, шлем, ахи, перчатки. Это все было за одной из действующих частей. Нам ребята помогли, привезли и мы их с них прям снимали. Ценность нашего проекта в том, что мы даем, во-первых, назидание будущему поколению. Не забывая о том, сколько ребят служили, служат. И я вам хочу сказать, что в нашей солнечной Башкирии много ребят, которые удостоены высоких государственных наград при участии в боевых действиях. По словам авторов проекта, на реализацию комплекса потрачено более 10 миллионов рублей. Проект поддержали неравнодушные жители, правительство Башкирии и представители командования военных сил. Церемония открытия мемориала состоится 30 июля. В Уфе уже третий месяц фиксируется постоянное превышение ПДК вредных веществ в воздухе. А жители жалуются на неприятный запах. Источниками зловоний в городе признаны нефтеперерабатывающие предприятия в северной части Уфы. Специалисты Башгидрометцентра зарегистрировали превышение ПДК вредного вещества в воздухе. Так, 17 июля концентрация фенола превысила допустимые пределы в полтора раза. Такие показания были выявлены в центре Уфы, на улице Мажита-Гафури, 101. Отметим, что в праздничные выходные 19 и 20 июля жители всех районов жаловались на неприятный запах. Однако в эти дни мониторинг Башгидрометцентром не проводился. В Башкирии в Кушнаренковском районе планируется открыть новый туристический комплекс. Там предлагают сделать глэмпинги, шале с медовней и сыроварней, вейк-парк и видовые конференц-зоны. Также там планируется запуск винзавода. Он будет представлять из себя агропромышленный парк для выращивания и переработки плодово-ягодных культур. Сейчас важно начать совместную работу по структурированию пулоплощадок, расчету экономики и подготовке проекта к инвестчасу для его включения в перечень приоритетных инвестпроектов. Реализация проекта, несомненно, произведет положительный экономический и социальный эффекты. Ранее Наиль Габасов совершил рабочую поездку в Кушнаренковский район, чтобы ознакомиться с потенциальными площадками. В настоящее время идет поиск заинтересованных инвесторов. А специалисты корпорации формируют бизнес-план, чтобы представить проект на инвестчасе. В Белорецке открыли для посещения водонапорную башню. С вековой историей. Она появилась на карте города в 1916 году. Тогда с ее помощью подавали воду в дома верхнего селения, центр современного Белорецка. Долгое время башня оставалась самым высоким сооружением бывшего заводского поселения. Целых 18 метров среди невысоких деревянных домов. Когда вот провели реконструкцию, я стал ходить, смотреть, думаю, как ее снять. И мы с товарищем, с Королевым Вадимом Дмитриевичем поднялись на магазин, ну универмаг, наверх, у заведующего я попросил ключи, и поднялись прямо на крышу. Вот этот снимок у вас есть в музее. И сняли каланчу, пожарную каланчу, с магазина сверху, ну там 8 метров, 8-9-10 метров. Чтобы снять какое-либо здание, желательно, желательно фотографировать его с середины. Что и получилось, когда вот мы на крышу поднялись, флаг был, каждый кирпич видно, и солнце освещало. Вот такой снимок сделали. Последний раз башню использовали в середине прошлого века, а отреставрировали в 2012 году. Несмотря на это, здание оставалось закрытым, но сейчас пожарная каланча обрела новую жизнь. Восстановление башни оказалось очень непростым и кропотливым делом. Ее забросили, мы сделали красиво, все, то есть впечатляюще. Если вы заходили, вы видели, то что мы старались. У нас никаких этих, как вам сказать, ни перфораторов, ничего, все работали щетками. Вся ручная работа. То есть мы восстановили этот памятник полностью. Я говорю, никакой краски, ни эмали, ничего, то есть нитро, ничего нет. Если вы зашли, вы увидели, что там не пахнет даже краской. Единственное, что покрыли молотковой краской, это перилы. Сейчас в башне уже проводят экскурсии, которые позволяют почувствовать атмосферу тех времен, когда пожарные подавали сигналы о возгораниях с помощью бычьих пузырей. А смотровую площадку использовали не для того, чтобы насладиться видом на горы, а чтобы успеть заметить огонь. Современные дома зачастую простоят 10-20 лет. То они в посолок начинают обваливаться, то все на какие-то там проблемы возникают, трещины идут. А вот здесь построили так, что спустя 100 лет мы заходим и как можно заново поселиться здесь. При том, что кажется, да, о башне горожане знают буквально все. Но на самом деле это не так. Уходят поколения и, увы, уходят с ними какие-то исторические факты, уходят с ними информация, которая, казалось бы, витает в воздухе, когда коснешься этого вопроса, когда возникает необходимость, ну, например, составить полноценный такой экскурсионный, разработать полноценный экскурсионный маршрут. Возникают действительно кое-какие пробелы. Поэтому мы в очередной раз обращаемся к нашим землякам, к нашим горожанам, белоречанам. Если у вас какая-то есть дополнительная интересная информация, кто-то из ваших родственников, дедушки, например, служили в водонапорной башне, пожалуйста, мы всегда рады контакту, рады тому, что вы поделитесь с нами этой информацией. С 21 июля водонапорная башня открывает свои двери согласно летнему графику работы. Познакомиться с символом Белорецка можно будет с понедельника по пятницу. Детский билет стоит 50 рублей, а взрослый – 100. На смотровую площадку подростки могут подниматься только в сопровождении взрослых. Ой, 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 как в подемелье. Исторические здания часто получают вторую жизнь в качестве пекарен и творческих кластеров. Водонапорная башня Белорецка станет точкой притяжения горожан благодаря смотровой площадке. Ранее там уже планировали открыть ресторан, но из-за технических особенностей реализовать идею не получилось. Но отсутствие общепита и других развлечений не сделает пожарную каланчу менее привлекательной для местных жителей. Меня радует это восхождение с Антониной Михайловной, которой будет 90 лет в декабре. Она дошла до самого верха. Вверху необыкновенно. Видимо, нас всех манит всегда высота. Я половину только залезла. Я до конца дошла. Впечатления очень хорошие. Вот я пришла сюда вспомнить свое детство и юность. Хорошо, что много белоречан проявляют большой интерес. Эвелина Бронникова, Альбина Закирова, телеканал ЮТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин